Всех рад приветствовать, друзья! Вы на канале Плюс Контент, и это очередное видео по модам для Валхейм. Сегодня я подробно расскажу вам про мод под названием Skyheim, который добавляет магию, а точнее магические рунные камни, с помощью которых вы можете поджигать, замораживать, жахать молнией, блокировать ваших врагов, и это еще не весь список того, что можно делать. Мод отлично подойдет для тех, кто хочет разнообразия и новых эмоций от полюбившейся игры. Все ссылки на мод и информацию по установке вы найдете в описании, ну и прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, тут много чего интересного. Короче, погнали! Сначала я покажу вам весь список камней и расскажу, что нужно для их получения и крафта. На данный момент нам доступно 14 камней, которые вам будут открываться для крафта после победы над боссами. Для крафта всех камней вам понадобится победить всех боссов и собрать с них выпавшие материалы для крафта. Магия также прокачивается по мере ее использования и усиливает эффекты с каждым новым уровнем. Список всех нужных ресурсов вы можете увидеть прямо сейчас справа внизу. Как видите, здесь и драгоценности, и всякие ядра суртлинга, монеты, смола и, конечно же, ресурсы, которые выпадают с боссов. Твердый рог, который падает с эктюра, ядро древнего, это новый предмет, который падает с древнего, кость, также новый предмет, который падает с массы костей, слезы дракона, которые падают с моудера и сердце гоблина, тоже новый предмет, который падает с ягута. Как видите, для получения всех рун, некоторых боссов придется победить несколько раз, для получения ресурсов. Думаю, с этим все просто и понятно. Теперь давайте я расскажу, что дает каждый камень и зачем они вообще нужны. Морозная руна. Отнимает 15 маны и наносит 40 урона льдом. Также немного замедляет врагов и постепенно прокачивается по мере использования магии. Огненная руна. Отнимает 15 маны и наносит 45 урона огнем, постепенно сжигая мобов и также постепенно прокачивается. Руна лечения. Лечит ваших прирученных животных на расстоянии 10 метров, отнимает 40 маны, работает 4 секунды и восстанавливает 40 здоровья, имеет 30 секунд кулдауна и не прокачивается. Руна света. Отнимает 10 маны и на 5 минут вызывает сферу, которая освещает пространство. Работает как фонарик. При повторной активации выключает сферу, не прокачивается и не имеет кулдауна. Руна силы. Отнимает 20 маны и позволяет отбрасывать и станить мобов. Также нанося им 20 дробящего урона, имеет 10 секунд кулдауна и постепенно прокачивается. Руна бодрости. Отнимает 20 маны и восстанавливает выносливость. Также ускоряет восстановление выносливости на короткий промежуток времени и также постепенно прокачивается по мере использования. Руна тепла. Стоит 40 маны и ускоряет восстановление здоровья и выносливости. Также защищает от холода и работает 5 минут. Не прокачивается со временем. Руна возвращения. Стоит 80 маны и позволяет немедленно вернуться домой к занятой вами кровати. Имеет 10 минут кулдауна и никак не прокачивается со временем. Руна путешествия. Увеличивает скорость передвижения, но высасывает по 8 маны каждую секунду после использования. Также не прокачивается. Руна телепортации. Стоит 20 маны и телепортирует вас на 15 метров вперед. Имеет кулдаун в 15 секунд и прокачивается со временем, увеличивая дальность телепорта на 5 метров с каждым уровнем. Руна заморозки. Стоит 50 маны и замораживает ближайших врагов на несколько секунд, нанося им 85 урона льдом. Имеет 15 секунд кулдауна и не прокачивается со временем. Руна жертвоприношения. Стоит 40 маны и создает огненную ауру вокруг персонажа, которая поджигает врагов на близком расстоянии. Нанося им по 40 урона огнем. Работает 20 секунд и имеет 45 секунд кулдауна. Также не прокачивается со временем. Руна ледяных шипов. Стоит 20 маны и вызывает на врагов град ледяных шипов, которые наносят 15 колющего и 30 ледяного урона. Руна имеет 12 секунд кулдауна и оба типа урона прокачиваются со временем. Руна цепной молнии. Стоит 25 маны и вызывает удар молнии, который распространяется на пятерых мобов на расстоянии 15 метров, нанося им 60 урона молнией. К сожалению, по прокачке этой руны точной информации нет. Как вы уже поняли, этот мод не дает каких-либо сильных преимуществ и не ломает баланс игры. Все идет постепенно. Нужно побеждать боссов для крафта новых камней, эффекты нужно прокачивать, чтобы почувствовать реальную силу магии. И даже если скрафтить все руны в начале игры, наспавнить себе самую мощную броню и запастись самой эффективной едой, вы не сможете валить толпы гоблинов, нажимая одну кнопку. Запас маны будет постоянно заканчиваться и вам придется убегать на передышку. Поэтому с умом собирайте билды из атакующих и защитных камней и рассчитывайте свои силы. Как говорят викинги, не тот силен, кто в магии умен, а тот, кто умеет ей пользоваться. Ауф! В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого мода и также предлагайте, по каким модам вы хотели бы увидеть подробный обзор в будущих видео. Обязательно все прочитаю и приму к сведению. Ну а на этом у меня все, друзья. Ссылку на мод и то, как его установить, ищи в описании. А если возникнут вопросы, то смело оставляйте их в комментариях. Всем отвечу. Ну и обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и приходи на стримы. Там я прохожу в Алхейм и весело провожу время. Поэтому всех жду. Ну и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!